Всем привет! С вами Юля Симуля, мы с вами играем в Sims 4, и это рубрика соседей династии Стыкиленбург, 9 серия. Я зашла вновь в эту семейку. Эту семейку мы подселили самой первой, по-моему, или второй. Ну, в общем, поселили ее в самом начале, но что-то наши молодожены не радуют меня весточкой о том, что у них будет ребенок, поэтому я решила зайти и помочь им. Вот, так что сейчас сделаем им ребеночка, потому как они что-то не спешат становиться родителями, видно, еще не созрели, но пора, пора уже, мне кажется. Вот, у нас с вами утро, вот, и узнали, что он меломан. Они, кстати, у нас не работают, я решила, что и не буду их устраивать на работу. Оба они у нас гитаристы, любят музыку, я думаю, что они подрабатывают тем, что ходят, играют на улице. Вот им там монетки бросают, там какие-то купюры, и этим самым они зарабатывают. Ну, а родители Александра у нас на пенсии. Ну, а родители Марго, вы знаете, что уже умерли, ее родители это Хизер и Али. Ну, если вдруг вы забыли, кто это. Так, ну и давайте наши молодожены ненадолго уединятся, вот, попробовать зачать ребенка с персонажем Марго. Вот, а старички у нас посмотрят телевизор. Здесь есть телевизор? А, нет, здесь нет телевизора. А что же им делать-то тогда? Что же делать-то на пенсии, если телевизора нет? Компьютер, ну, мне кажется, в их возрасте компьютер им не нужен. Пусть просто сядут, посидят, а то сейчас я чувствую, папа будет ходить мешать. Вот, а мы попробуем зачать ребенка, надеюсь, все получится. И я надеюсь, что у них будет один ребенок. Ну, в любом случае, максимум будет двойня, тройни у меня запрещены командным центром, потому что, потому что хватит нам слишком много детей, это плохо, так как потом я не знаю, не знаю, что с ними делать. Мне нужно будет каждому найти вторую половинку, семью создать, дом какой-то поселить, а сохранение, как вы понимаете, не резиновое. Вот, а просто так, знаете, забыть о ком-то, не женить, так тоже делать нельзя. Я люблю всех своих симов, даже, не знаю, тех, которых мы видим очень редко, которые являются больше даже фоном. Для меня они не фон, я про каждого знаю, про каждого помню и каждого по-своему люблю. Кого-то больше, кого-то меньше, но все они для меня важны и хочется, чтобы все они продолжили род. Надеюсь, что сейчас Марго у нас будет есть за двоих, но не за троих, не надо нам двойню. Ну, хотелось бы одного ребеночка, надеюсь, что один и будет. Так, ну давай, порадуй меня, чтобы мы не делали вторую попытку, чтобы у нас, да, отлично, у нас все получилось с первой попытки и она у нас беременная. Видите, сразу же животчик у нее большой стал и она сразу идет счастливому папе рассказывать эту новость, говорит, слушай, Александра, у нас с тобой ребеночек скоро будет и они очень рады. Ну, в принципе, конечно же, это давно нужно было им сделать, они уже женились, ну, скажем так, полгода назад. Вот, и, наконец-то, наконец-то Марго беременная. Ну, а мы с вами выходим, управление городка, вот, оставляем эту семью наслаждаться беременностью и потом воспитывать ребеночка и будем дальше заселять парней. Это у нас не династия, это у нас соседи династии. В этой рубрике мы рассматриваем симов, которые живут по соседству, смотрим, как они живут, что они делают и сейчас мы поселяем парней, поселяем семьи, которые были в конкурсе. Так, что-то мало. Вот, осталось у нас шесть семей, все остальные уже поселены. И я не буду сегодня обещать вам две семьи, потому что я могу не сдержать слово. Поэтому мы начнем с этой семьи, если останется время, еще кого-нибудь подселим. Это семья Роуз, состоит из двух симов, Скарлетт и Тим. Они брат и сестра, но у них очень большая разница в возрасте. У них разница в возрасте 30 лет. Очень интересная семья, мне даже больше понравилась Скарлетт. Наверное, даже я эту семью взяла именно вот из-за этой симки, очень она интересная. Живет она со своим братом. Брату лет 20, он студент. Давайте я перейду в группу ВКонтакте и покажу вам их там. Вы можете сейчас нажать на паузу и почитать историю семьи подробнее. Вот, чтобы я это все не читала, а я так вкратце перескажу. Тим, он такой лентяй. Ему лет 20, он где-то учится в университете. Любит играть в компьютерные игры, любит проводить время с друзьями, любит бездельничать. Ну, в общем, обычный парень. Ничего особенного. А сестра у него такая серьезная девушка. Она девушка, ей уже 50 лет. Тут где-то написано, да, ей 49-52, ну, то есть лет 50 ей, а ему 18-20. То есть между сестрой и братом большая разница в возрасте, 30 лет. Она ранний ребенок, а он очень поздний. И родители умерли, когда он еще в школу ходил. Поэтому сестра, она сама воспитывает этого парня. Давайте, ребят, в игру вернемся. Так, вернулись мы в игру. Сама она воспитывает своего брата. Ну, можно считать с детства, потому что, наверное, лет 10 ему было, когда родители умерли. Ну, приблизительно так. То есть она зарабатывает. Она глава семейства. У нее хорошая карьера. Там было в истории написано, что она бизнесом занимается. То есть работает в карьере бизнеса. Мы ей сейчас кодом карьеру сделаем. Высокий уровень в карьере бизнеса. Я думаю, что они будут жить в квартире. Давайте мы семью эту поселим. Вот, разместить семью. Я им уже тут выбрала квартиру в Сан-Мишуно. Вот эту квартиру. Здесь, правда, кто-то живет, но это ненадолго. Вот, въезжаем мы сюда. Вот, мы кодом устроим Скарлетт в карьеру бизнеса. Сделаем ей самую высшую ступень карьеры. Чтобы было видно, что она действительно зарабатывает много денег. Квартира у них шикарная, трехэтажная. Так, а Симы, которые нам не нужны, мы их переселим к кому-нибудь бездомному. Прочие семьи. Ну, вот, пусть сюда перенежают и живут целые пары. Они, наверное, братья, да? Андрей Соколов и Борис Соколов. Ну, в общем, вот этих Симов как-то судьба меня не очень интересует. Я их не знаю. А вот все остальные прочие семьи, ну, действительно, знаю о каждом. И когда много детей, как, например, в этой семье, вот после этой семьи я запретила тройни командному центру. После этой тройни. Потому что, ну, я не знаю. Вот мне теперь с этой тройней мучайся. Нужно каждого женить, каждую замуж выдать. Это очень тяжело. Семью, то есть, каждой нужен свой дом, супруг и дети. И это время династии. То есть, мне их нужно показывать. Поэтому, мне кажется, одного ребеночка хватит многим Симам. Очень редко я планирую двоих. Так, ну, и мы заходим за них. Будем... Так, куда-то мы не туда зашли. Выходим. Итак, вот их квартира. Шикарная квартира. Они ее только приобрели. Будем считать, только купила Скарлетт эту квартиру. В новую квартиру они въезжают. Переезжают в другой город. Потому что ей... Ну, это я уже сама придумываю историю. Вот, ее повысили. Очень сильно ее повысили. Предложили ей, не знаю, там, очень большую зарплату. Давайте, кстати, работу ей найдем. Вот, чтобы наша история соответствовала хоть немножко действительности. Вот, мы сейчас кодом ей сделаем самую высокую ступень в карьере. И, да, она как раз про деньги думает. То есть, она очень богатая. Ну, она... Это ей богатство не с неба свалилось. Она тяжелым трудом это все зарабатывает. Так, есть код. Вот такой. И с помощью этого кода мы можем ее очень хорошо повысить. Смотрите, нам уже предлагают, предлагают инвестор, либо менеджер. Инвестор. Давайте выберем. Тем более, тут денежки нарисованы. У нее будут деньги. Во что инвестировать, во что вкладывать. Я думаю, что это ей подойдет больше. Так. Контр-В. Сейчас, сейчас, сейчас мы, сейчас мы ее начитерем. Сейчас она у нас будет крутой. Десятая сразу ступень карьеры ей сделаем. Так, повышение в карьеры. И какой? Какой? Десятый. Все. Она у нас ангельский инвестор. В общем, доинвестировалась. Так, присаживайся с братиком. Я сейчас тут все расскажу. Кстати, нам нужно дворецкого нанять. У них денег много, поэтому работать им некогда. У нас будет, в этой семье будет дворецкий. Будет дворецкий. У нас, кстати, день уборки. А сегодня день уборки, скорее всего, отменяется. Давайте мы на завтра запланируем день уборки, чтобы когда я играла... Ну, я его пока просто так назову, а потом переименуем его в день уборки. Чтобы у нас день уборки наш не пропал. О том, о чем я говорила в прошлой серии. Так, нам нужно найти, обязательно заказать услугу, найти дворецкого. Так, давайте, в конце концов, сделаем из них группу, чтобы я одним действием говорила им садиться. Вот, дворецкий. Сидеть и поболтать. И действия сформировать группу. Вот, она и брат. Вот, подождем дворецкого. Пусть он им покушать приготовит. И вот у нее повышение. Самый высокий уровень карьеры. И она вот говорит брату о том, что вот наша новая квартира. Приехали мы в новый город. Ну, ты хоть за ум возьмись. Она неплохая. Вот, сразу хочу сказать, ой, он кушать хочет. Он покушать любит. Да-да-да. Он такой любит покушать, там за компьютером посидеть. Ну, обычный парень, стандартный. Вот, она очень сильно с него переживает, потому что он несерьезный. Совершенно не думает ни о чем. И она говорит, что ему нужно найти девушку какую-то. Его женить нужно, чтобы он за голову взялся. Говорит, я тебе машину подарю, если за ум возьмешься. Вот, дворецкий пришел. Давайте мы дадим ему задание. Пусть он нам дать задание. Пусть приготовит покушать для вечеринки. Да, то есть много еды нам надо, потому что Скарлетт говорит, что, дорогой мой братец, я... Давайте обнимем его. Я очень долго думала и понимаю, что сам ты не собираешься шевелиться и думать. Кстати, он сразу почуял, что дело пахнет керосином. Сразу расстроился. Вот, и она говорит, что я нашла девушку, симпатичную девушку, и я хочу тебя сегодня с ней познакомить. То есть вот Скарлетт говорит, что сегодня я тебя познакомлю с девушкой, поэтому никуда не планируй уходить. Вот у нас сейчас вечер. Я сейчас дам дворецкому задание. Он нам покушать приготовит вкусный обед. И придет девушка в полдень, и ты с ней познакомишься. И я очень надеюсь, что ты проявишь к ней максимум внимания, и, может быть, у вас что-то получится. Так что вот Скарлетт взялась за своего братца. Она неплохая. Я еще раз говорю, то есть я вот еще раз говорю, что я выбрала, наверное, эту семью именно из-за нее. Ну, мне очень ее характер понравился. Внешность такая очень интересная симка. Кстати, они похожи. Они, видно, что сестра и брат. Вот, но внешне они очень похожи, а по характеру абсолютно разные. И она глава этого семейства. Она любит держать все под своим контролем. Она воспитывала брата, самого малочка, но у нее очень мало времени на брата, поэтому он таким и вырос, лентяем. Не хватает ей времени. Занималась бы она им больше, может быть, что-то другое с него бы и вышло получше. Но она, видите, карьеру свою строит. Кстати, вот в ущерб своей семье. Своей семьи у нее нет. Ей 50 лет. Своего одного единственного она и не встретила. И она понимает, что своей уже семьи у нее не будет. И она свою семью и не хочет. Ее семья – это ее брат. Она его безумно любит. Ну, и контролирует, да. Не без того. Но она ему говорит, что… Давайте расскажем грустную историю. Она говорит, не повторяй мои ошибки. Я не хочу, чтобы ты в 50 лет проснулся и понял, что ты вот один, без семьи, без детей. Поэтому пока тебе 20, пока молодой… Делайте совет по карьере. Она ему дает совет вообще по жизни и говорит, что ты должен жениться. Появится жена, появится ребенок. Не будешь так со своими друзьями. Так, а мы не готовим в этой семье. Нет, в этой семье много денег. Они богатые. У нас есть дворецкий. Вот, и говорит, что сегодня придет девушка в обед. Ты с ней познакомишься. И, в общем, я надеюсь, что у вас появится романтика, и вы друг другу понравитесь. Короче, рассмотри ее как кандидатку в жены. Ну, а мы сейчас, ребята, переходим в управление городами. И я вас познакомлю с его будущей женой. Вот, я уже продумала, кого на ком хочу женить. У нас 6 семей осталось. Ну, если эту семью не считать, то осталось у нас 5 семей. Так, и мы заходим… Просто я вам в кассе их покажу. Вы знаете, кто это. Я уже сегодня о них говорила. Это у нас семья Фелиции и Люка. Вот, родилась у них тройня. После этой тройни я генератору, то есть этому командному центру запретила заводить тройни. Потому что это перебор. Чересчур теперь каждому мне нужно судьбу организовать. Софи. Романтик, эксцентричная и любит собак. Ее… Давайте посмотрим на нее. Вот такая вот она. Симпатичная девушка. Они на маму похожи. Ну, конечно, если бы они были обе прям совсем на маму похожи, они были бы симпатичные. А так кое-что от папы есть. Вера у нас неряха. Искусствовед и любит собак. Они, кстати, две сестрички и обе собачек любят. Но я на них посмотрела. Мне кажется, что… Мне больше нравится внешность Софи. Поэтому давайте сегодня замуж мы Софи выдадим. Но Вера у нас тоже не останется без парня. Обязательно кого-нибудь мы ей подберем. Вот. И Феликс. Феликс – это их брат. Тоже найдем ему девушку. Он, правда, полненький. Но ничего. Найдем. Найдет он тоже себе девушку. И вот, смотрите, они обе собачек любят. Может быть, позволит она собачку завести, как ее Скарлетт. Ну, посмотрим. Она такая строгая, конечно. Так. И Софи у нас переезжает сразу. Не будем там долго тратить время. Сразу ее переселим. Тем более мы же не играем этой семьей. Это просто соседи династии. Поэтому здесь нужно делать все быстро. Все. Софи к нам переехала. И мы дальше играем этой семьей. Тут еще у меня идея такая появилась. Я посмотрела, кем работает Софи. Куда ее устроила игра работать. Я очень люблю рандом. Это всегда шикарно. Она работает... У нее карьера... Она работает воришкой. Сейчас покажу вам. Софи. Ты где? Она стучит уже, да? Она в гости пришла. То есть, она не в гости. Она уже типа тут живет. Но пока еще в гости. Посмотрите на ее карьеру. Она воришка. И я вот тут даже придумала, как они познакомились. Давайте сейчас мы все в группу соберем. Действия сформировать группу. Тим, Скарлетт и Софи. Пусть они пойдут все присядут вместе. Вот. Пришла она. Уже будем считать, что уже обед. На завтрак она пришла. Не на обед, а на завтрак. Так. Ты есть тут приготовил? Да. А, блин, это ты что, салат приготовил? Угу. Ну, кошмар какой-то. Дворецкий. И еще уселся к ним тут за стол. А ну, иди отсюда. Вообще. Что за дворецкие пошли? Так. И... Ну, что ж ты стоя-то ешь? Присаживайся. Так вот. Она работает у нас воришкой. В карьере преступника. И... Я вот тут даже такую историю придумала, что она... Ну, вор-карманник. Карманник. Она попыталась... А что это за... Подождите. А что это за событие? А, это нам напоминает, что завтра будет еще один день уборки. Да, я потом его переименую. Я думала, что это сегодня. Нет, это завтра у нас день уборки. Вот. И она у нас... В общем, кошелек вытащила у Софи когда-то... Ой, уж Софи. Это она... Она и сама и есть Софи. Я уже запуталась, кто кого как зовут. Да присаживайся ты, не бойся. Видите, стоит. Давай, присаживайся рядышком. Нет, нет, нет. Во главе стола ты не сядешь. У нас во главе всегда... Главное в этой семье Скарлетт. Вот. И Софи попыталась вытащить у Скарлетт кошелек. Скарлетт ее на горячем поймала. Вот. И сказала, что все, сейчас я вызову полицию. Тебя... В общем, позвоню сейчас Гэнзи. И упрячет тебя за решетку. Софи расплакалась. Начала просить ее, пожалуйста, не надо, не надо. Я из бедной семьи, из многодетной. Нас трое. Родители у нас умерли, когда мы были еще маленькими. У нас даже дома своего нет. На самом деле это правда. Они живут в лаборатории. В лаборатории, где работал их отец. Потому что жить им нет. И отец тоже жил в лаборатории всю жизнь. Потому что как-то вот не хватило им денег свой дом купить. Поэтому они вот... Родители их умерли. Они так и жили в той лаборатории. Наверное, там убирали. За это их кормили. В общем, из бедной семьи. Поэтому неудивительно, что она стала преступницей. Пошла воровать. Вот воришка она, как вы видите. И так получилось, что украла она у Скарлетт кошелек. Скарлетт ее поймала. И вот София начала плакать, умолять, просить, что, пожалуйста, не хочу. Я в тюрьму. Мне вот только 18 лет. Ну, 20, не знаю. Вот не хочу губить свою жизнь. И Скарлетт ее пожалела. Они разговорились. Давайте мы их переоденем. Чего они это самое все... Да. Вот ненавижу. Почему Симы... В Sims 3 было не так. В Sims 3, если Сим заходил в помещение, он снимал с себя верхнюю одежду. Ну, это как бы логично. Ну, а Тим пусть так и будет. В принципе, у него одежда не очень-то и верхняя. Вот. И они разговорились. И Скарлетт поняла, что София не такая уж и плохая девушка. А кто воняет? Да нет великолепного качества. Это, наверное... А, это, наверное, Тим пукнул. Он же у нас неряха. Да, он неряха, эксцентричный, веселый. Так, дальше идем, идем, сидим вместе и беседуем. И Скарлетт увидела, что она очень такой... Ну, такой ребенок прям наивный. И жалко ей ее стало, что вот портит она свою судьбу. В карьеру преступность жизнь ее завела. И она поняла, что если она не вмешается и не поможет ей, то ничего хорошего с этой девушки не выйдет. Вот. Жалко ей стало, что вот они живут дома, у них даже своего нет. И говорит она своему брату, посмотри, какая симпатичная девушка. Мы ее вымоем, отмоем. Короче, все будет хорошо. Ну, и Тиму она тоже нравится, потому что... Ну, симпатичная она девушка. Да и Тим-то сам, он хоть и лентяй, но парень-то он молодой. И мне кажется, он... Софи вполне может приглянуться. Вы можете сесть у меня? Слушайте, ребята, вы можете сесть и посидеть, сделать вид, что вы беседуете, что у вас серьезный разговор. Ну, и они тут друг на дружку смотрят. И мне кажется, они друг другу понравились. Тиму, конечно, она понравилась. Сестра привела ему такую симпатичную девушку. Тем более говорит, что, слушай, присмотрись, а он сестру свою слушает. Так, о чем я тут говорила? А то мне тут уже Вероника стучит в дверь и говорит, что папа уже устал с Андрюшей сидеть. И надо мне серию заканчивать. Ну, не получится сегодня, ребят, ну, никак. Ой, петь мы не будем. Не получится никак две семьи. Ну, и мне хочется о каждой рассказать побольше. Посмотреть на каждую. Так что, в общем, наша воришка еще вчера, сегодня увольняется с работы, потому что Софи сказала... Я их путаю теперь. Это она Софи, а сестра Скарлетт. Скарлетт ей говорит, что это не дело. И вообще мы увольняемся. Да, она увольняется. И она говорит, что я тебе возьму работать к себе в бизнес, будешь кофе разносить. Ну, на самом деле, давайте устроим ее тогда уже в бизнес. Да, увольняемся. И найдем... Ну, у нас там будет первый всего лишь уровень карьеры. Давайте, правда, это сделаем. Найти работу. И Софи как бы... Господи, да почему я их путаю? Скарлетт берет ее к себе на работу, чтобы она разносила кофе. И Софи вообще безумно рада, что у нее теперь будет своя настоящая работа. То есть, она не должна будет красть у кого-то там деньги. Она уже не воришка, а лаборант-почтальон. Вот еще и посылки почту разносит. То есть, очень хорошо. И, конечно же, она зашла в эту квартиру, и она обалдела. Она никогда таких вот не видела шикарных хором, если так можно сказать. А братец уже танцует. Ну, брат такой, конечно. Давайте тоже ее отправим танцевать. Мы их сейчас вдвоем оставим действие. Так, распустить группу. И сформируем сейчас новую группу. Только Софи и Тим. А Скарлетт пойдет... Ну, она, да. Я хотела ее отправить за компьютер, чтобы она поработала. А ей даже не нужно этого говорить. Она сама знает, что делать. Вот, сеть. Пусть вложит деньги в акции. О, Господи. Ну, деньги у них есть. Пусть там вкладывает. Пусть занимается. Вот, пишет там... Пишет что-нибудь. В общем, пусть... Она работает. Она постоянно работает. У нее мало времени на своего брата. Вот. А у брата полно времени. Он у нас как бы учится где-то в университете. Но я думаю, что он часто прогуливает. Деньги есть. Он там покупает, наверное, экзамены. И, в общем, все у него хорошо. Жизнь... Нет. Любовь-морковь еще пока рано. Вот. Ну, да. И говорит, слушай, ты, сестру мою, не слушай. Там что-то... Работать там она что-то заставляет. Ты... Будь попроще. Вот. И мне кажется, что, в общем, они друг дружке должны понравиться. Софи, иди, пожалуйста, присядь сюда. А он все время пукает. Ну, что ж ты будешь делать? Ну, ты ж не старпер еще. Ну, не 50 же тебе лет, как твоей сестре. Ты ж у нас молодой парень. Ну... Кому сейчас, как говорится, легко. Она все танцует. Боже, как же их заставить делать то, что мне надо. Я хочу им немножечко романтики. Да. Вот так. Ускорим чуть-чуть. Пусть они пообщаются. Сейчас мы с помощью командного центра отношения им... Так, это не то. Так, командный центр. Мне нужно отношения. Выбрать уровень отношений с активными верными друзьями. И дружеские отношения тоже лучшие друзья. В общем, хорошие отношения мы им устроим. И давайте... Давайте первый поцелуй. Почему бы и нет. Так, идите, пожалуйста, сюда. Идите сюда. Вот, потом все остальное. Это не династия, ребята. Поэтому все мы делаем в быстром темпе. Сразу влюбились, поженились и ребенка завели. Первый поцелуй. Да. И сразу станем парой. Ну, потому что мне кажется, что Тиму она тоже понравилась. Такую красотку сестра привела. Конечно. Так. Дальше. Обменяться номерами. Какими номерами вы уже вместе живете? Вот. Стать парой. Сделать предложение. Ну, в общем, все как надо. Вот. Так что... Ну, и, конечно же, Софи, всю жизнь прожив в бедности, увидев эту квартиру... О, смотрите. Да. Даже селфи делают. Вот. Конечно, она в шоке. И вообще не верит, что ей такое счастье свалилось, что вот так вот ее берут в этот дом жить. Вот. Но сестра будет все контролировать. Опять же, хочу сказать, что она не злая. Ни в коем случае. Она... Ну, она такая властная женщина. И, конечно, она будет все контролировать. Она будет брата контролировать. Будет контролировать его жену. Вот. Мы их сейчас поженим быстренько. Ну, у нас будет такая закрытая быстренькая церемония. Вот. Она ее, естественно, устроит к себе работать, чтобы она дома не сидела, дурака не валяла. Ну, конечно, когда Софи пойдет в декрет, я думаю, что она в декрете посидит. Ну, а так, конечно, Скарлетт будет требовать, чтобы она работала, чтобы дома не засиживалась. Ой, а что это такое? А что это за действие? Ой, как мило. Так. И, ну, давайте поженимся сразу. Это можно... Вот. Пожениться. Ну, подождите. Подождите. Пожениться. Ну, хоть хотя бы сестру на церемонию пригласим. Она должна это видеть. Сейчас мы сестру пригласим. Подождите. Да, еще болтайте. Софи давайте немножко романтики. Вот. Свадьбу мы просто не можем планировать. Так. Идите сюда. Сейчас сестра будет вас благословлять. Ну, она как бы их уже давно благословила. Понравилась ей эта девушка. Она ее сначала пожалела, потом они поговорили. И она поняла, что она очень милая, хорошая. И как бы то, что надо для ее брата. Только давай, пожалуйста, Скарлетт, шевелись. Шевелись. Вот. Чтоб мы поженились. Чтоб ты увидела, как твой брат женится. Я думаю, она прям расчувствуется. Потому что у нее у самой этой свадьбы не было. Вот. Иди, наверное, сюда. Присядь. Тут будет лучше видно на этом стульчике. Вот. Ну, вот такая вот свадебка. И она тут им благословение дает. Но она будет все контролировать. Она любит их, конечно. Ну, брата в смысле своего любит. Ну, она будет и на брата там прикрикивать. И на невестку тоже. Иди, ты же этот самый зритель. Единственный зритель на свадьбе. Вот. И... Так что она будет работать. Но брата работать не будет. Он будет учиться. И он-то может сказать сестре, слушай. А Софи не может сказать. Потому что для нее это чужой человек. Это Тиму. Она сестра. А для Софи она чужой человек. Поэтому вот Скарлетт сказала, что все, я тебе устроила к себе работать. Почту разносить там. Круассаны и кофе. И Софи пойдет работать. Ну, для нее это, мне кажется, очень даже... О, они только кольца друг дружке дарят. Для нее это даже очень хорошо. Потому что вот из такой семьи многодетной. И очень жили они бедно. Я думаю, что все хорошо. Так, ребята, давайте мы ребенка сразу заделаем. Потому что, чтобы не получилось, как в той семье, что я ждала-ждала. И пришлось мне саму им ребенка заводить. Заняться в уху. А, да, у нас тут стоит метка. У меня на всех стоят метки, чтобы они сами у нас детишек не заводили. Метки Сима. Снять метки не будет потомства. Видите, у нее метка не будет потомства. Ну, потому что если я эти метки не поставлю, Симы начнут сами размножаться. Притом, как кролики. Вот, честное слово. Поэтому, чтобы этого не было, мы будем все контролировать. И я ставлю все метки. Ну, а сестра дальше пойдет работать. Давайте уже за другой ноутбук. Давайте это будет ее комната. Хотя, вряд ли мы когда-нибудь будем еще ими играть. Вот. Иди давай дальше там. Исследуй акции. Она постоянно работает. Времени у нее мало. Но она хочет, чтобы у брата была семья. Она любит брата и не хочет, чтобы, как бы, ну, с братом случилось то же, что и с ней. Чтобы он остался без семьи, один. Вот, она уже, ей 50 лет. Она понимает, что своей семьи уже у нее не будет. Вот, я не буду заводить, ну, как бы, замуж ее выдавать. Кстати, давайте на нее поставим метку, чтобы она у нас тут сама замуж не выскочила. У меня, кстати, раньше была метка не женится. А теперь нет этой метки. И осталась только метка не будет потомства. Я не знаю, куда эта метка пропала. Вот. Поэтому иногда Симы у меня сами все-таки женятся. Но вот детей уже практически сами не заводят. А если заводят, то это прям катастрофа. Как вот в той семейке Адамс. Где здесь четверо детей родилось. Так что... Ну, и вот тройней тоже у меня не будет. После инцидента с этой семьей я решила, что в династии нам просто тройни противопоказаны. Так, ну что ж, мне кажется, что неплохая семья у нас еще одна получилась. Вот мы тут двух зайцев убили, потеряли одну семью. И вот одну из тройни замуж выдали. Теперь нужно выдать замуж ее сестру Веру и ее брата Феликса. И тогда все будет хорошо. Так, нам только нужно еще сделать тест на беременность. Так, тут туалет есть. Заблудиться можно в этом санузле. Да, здесь есть туалет. И давайте сделаем тест на беременность. Надеюсь, что получится у нас с первого раза. Ой, уже и вечер наступил. 17 часов. Следующая серия у нас уже будет день уборки. Я думаю, что уже будем играть в династии. И там будем играть за семейку Андреа. О, отлично. Все, у нас оба раза в обеих семьях с первого раза все получилось. И это просто замечательно. Она идет к Тиму. Ему рассказывает. Ты не к Тиму иди. Нет, ты иди к Тиму. Тут главный вот кто. Так что ты не туда, Софи, пошла. Ну, конечно, Тиму она потом тоже расскажет. Но она пойдет сразу, Софи доложит. Рассказать главные новости. Вот о том, что она станет скоро тетей. Ну, Софи, конечно, рада. Она хочет, чтобы у брата была семья. Вот рада, что нашла ему жену. Тем более, хорошая девушка. Вот, хоть из бедной семьи. Но она видит, что она добрая такая, искренняя. И говорит, ну, хорошо, все, я поняла. Ты беременная, иди там витамины пей, слушай все рекомендации доктора. В общем, пока будешь в декрете. А потом, когда ребенку будет три года, выйдешь на работу, будешь там кофе подавать. Ну, и Софи говорит, да-да, конечно. Вот такая у нас семья получилась. Вот все семьи разные. И мне это очень нравится. Давайте выйдем в управление городами. Я думаю, что все семьи не похожи. Поэтому я и выбирала разные семьи, когда вот в конкурсе выбирала семьи. Это хорошо, что все они абсолютно разные. Не люблю, когда все стандартно. Мама, папа, ребенок. И на этом все. И у всех все похоже. Вот здесь, например, вот такая семья. Я брат-сестра. Сестра такая строгая, властная. Брат такой лентяй-тунеядец. Так, ну все, с этой семьей мы разобрались. И я ее удаляю. Остается пять семеек. Не знаю, возможно, это будет еще пять серий. Мы никуда не спешим. Возможно, я умудрю... Вот тут точно у нас будет одна серия большая посвящена. Потому что этот парень не очень нравится. И вообще, когда я выбирала парня, вот у меня стоял выбор. Конечно, я в Рея сразу влюбилась и поняла, что это он на 99%. И один процент у меня еще был за этого парня. Я... Ну, он очень мне понравился. Я думала и рассматривала его как парня для Дорис. Но все-таки потом выбрала Рея. Рея ей лучше, больше подходит нашей Дорис. Вот. А Джеремайя, о господи, Джеремайя. Джеремайя у нас будет, я думаю, для Доры. И там Санайя это тоже как бы скажет свое слово. Ну, в общем, я думаю, что здесь будет точно одна серия. А вот эти, ну, постараюсь как-то объединить и сделать две серии. Две семьи в одной серии. Но не буду ничего обещать, потому что могу пообещать и не исполнить. Все, ребятки. А девушек у нас очень много еще. Так что женить еще есть на ком. Вот здесь. Ну, она подросток, она не считается. Так, здесь маленькая девочка. Здесь мы уже женили. Здесь женили. Вот здесь, по-моему, молодая. Можно тут ее тоже замуж выдать. Тут у нас две девушки на выданье. Габриэла, скорее всего, замуж пойдет за Мартина Лова. Я так думаю, здесь, по-моему, девушка на выданье. Так, 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 так. И все, по-моему, да? А, вот здесь девушка на выданье. Я не буду... Ну, она как бы... Возможно, тоже девушка на выданье. Это нет. Это нет. Это у нас тут для Бернарда, возможно, припасена. Это, скорее всего... Я думаю, что Бернард все-таки либо на Доротеи женится, либо на Эми. Скорее всего, так. Ну, и все. Ну, и Дора, как я вам уже говорила, что я хочу свести ее с этим парнем, но я не буду сразу их женить, потому что там Санай будет против. Ну, это такая... Ну, такой небольшой спойлер, а там как получится. Это уже мы будем в дальнейших сериях соседей династии. Будем играть немножко Доры, потому что мне хочется там такой сюжетик немножко закрутить. Ну, все, ребят. Всем тогда пока-пока. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Всем до следующей серии. Пока! Субтитры сделал Dора.